друзья всем привет привет новым пользователям канала привет моим постоянным подписчикам привет тем кто оставляет комментарии спасибо большое итак сегодня у нас новая сборочка zephs pc 8 200 идет он на более новой платформе но с видеокартой gt 1030 судя по комментариям многие ну я думаю правы все таки чтобы раскрыть карточку 1030 именно ее возможности добавить fps в играх необходимо собирать компьютер на более современных комплектующих опять же здесь палка двух концах как говорится безусловно мы получаем прирост в fps но и безусловно мы увеличиваем стоимость всей сборки поэтому здесь необходимо искать для себя компромисс кто-то готов кто-то нет поэтому сегодня я сделал сборку intel bentium g4600 8 гигабайт для 4 памяти и наша хорошо знакомая видеокарта geforce gt 1030 от msi с пассивным охлаждением винт терабайт обычный и тестируем эти же игрушки которые протестировали в прошлом обзоре где тестировал ту же самую сборку ай-3 2100 плюс gt 1030 итак поехали начнем с gta 5 запущен фрапсик что самое интересное что параметры все на текущий момент времени я не менял то есть я взял тот же жесткий диск по сути переставил благо в 10 винде это не проблема если в семерке еще можно было танцевать бубном чтобы адаптировать операционку которая работала к примеру с одной материнской платы км д потом вставляете пытайтесь ее связать с интелом начинаются там такие ужасные вещи десятки таких проблем нет она универсальная все сама настраивает подтягивает и вот у нас уже тот же жесткий диск только стоит в сборке с интелом другого поколения и давайте сейчас проверим насколько верно утверждение что при так сказать более мощном процессоре мы получаем больше fps но здесь нас не только были мощный процессор здесь у нас уже и более скоростная память до ddr4 все-таки не больше возможно чем ddr3 да и целом вся система можно сказать собрана на современных комплектующих на текущем времени самых актуальных то есть материнка поддерживает intel седьмого поколения до текущий время самый последний так что мы протестируем те же игры что вчера меня просил один подписчик протестировать фифа 2017 я и кстати установил если еще останется время я обязательно протестирую там запустим посмотрим просто игры много и обзор не хочется превращать целый фильм многосерийный да просто для того чтобы сравнить сейчас gta 5 настройки те же самые минимальные будут это full hd с теми минимальными настройками если вам интересно я отдельно сниму на gta 5 обзор потом с ультра настройками в данной сборке сейчас уже чтобы не терять время не буду менять присед так окей охмин 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 показываю настройки собственно говоря я их не менял и вот с прошлого обзора они такие же и остались окей да ну давайте давай давай чувак раздупляйся побежали девочка прийти симпатичным шапки ну в принципе да в принципе да кстати всегда хотел качка уже нет ладно качков нет но объективно объективно фпс на текущий момент не вижу что выше 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 чем был в связке с 2100 здесь и 30 сейчас мы покатаемся потом я иди в гузна так вид наиболее интересен ну вот видим что даже когда мы врезаемся соседние авто фпс просаживать но все равно больше 60 насколько я помню в связке с ай-3 2 100 у какая-то чела стой 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 хочу 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 чувак давай шоу он вали неудачник в связке с вас то проседало меньше 60 поэтому вы сейчас даже можете сравнить открыть обзор там где было с 2100 и я думаю сразу ясно и понятно что действительно есть разница какая тучила интересность управляемость у нее хорошая так чуваки давайте рассосались ваш ливон уху ее заносит на полноприводная не тачка классная кстати я что-то раньше не наблюдал ее в гта прикольная такая на такой по городу да какие там porsche каен и какие там лексусы срега это чела моднявая тихо девочек катать давай-давай-давай-давай-давай заднеприводная походу да ладно 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 как трактор гребет а давай же выезжай ох она борзая дикая вот что-то мы бентли протаранили да ладно бентли вставь гора все в бентли купи себе нормальную тачку не ну однозначно да сейчас мы еще погодку изменим да наш любимый финн с погодой вот мы в городе давайте менять время и дождь время и дождь время у нас итак настала ночь и погода ставим дождь все вуаля блин нужно машину с фарами найти с фарами хочу машину вот и с фарами машина вот какая-то модно что это такое что-то с копия марса лишит так девочка давай вали отсюда и мальчик вали девочка средств в салоне горит так прикольно спасибо спасибо друзья ну да даже кажется в ночное время с дождем фпс выше но кажется не намного выше да если мы будем сравнивать с версией сборки с 32 100 выше но если не ошибаюсь днем фпс более отличался автобус подожди дай проехать да 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 вот так вот вот честно я не помню какой был фпс ночное время в дождь на связке и 32 100 санчо пасин не так уж он и отличается вот днем да вот вечер ночью как того что то я не почувствовать разница может конечно я такой невнимательный уху и закручивает он прогазовый 1 лады такой гонщик до ночью кататься конечно довольствие ну что ребят я думаю в принципе по gta 5 все понятно да более менее проехался ночью проехался днем дождь лужи все как прошлый раз поэтому есть чем сравнить и теперь я думаю можем переходить следующей игрушки дабы 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 обзор не превращался целую в целый фильм если интересно пишите я протестирую игру с следующий раз так чё то на игра протестирую gta 5 в ультра настройках с этой связкой посмотрим насколько она отличается так следующая игрушка ведьмак 3 тоже настройки не менял сейчас проверим как она идет вот то что я заметил уже сейчас что до днем разница я разница увидел к сожалению не помню в обзоре нужно было предъявить обзор свой посмотреть чтобы вспомнить какой был fps в ночное время с дождем и лужами насколько помню не так он сильно отличался как днем ну я могу и ошибаться я могу и ошибаться да и конечно преимущество данной сборки с сборкой на 32 100 что в случае 32 100 то максимально можно впихнуть а и 7 третьего поколения хотя это очень мощный процессор даже на текущий момент времени и если сравнивать его с аналогами до по производительности то все но будет выгоднее в плане приобретения то в данном случае в этой сборке большим преимуществом является ddr4 безусловно хотя она и дороже да и возможности впихнуть а и 7 7 поколения но опять же все упирается всегда в деньги это не ультра бюджетное решение это бюджетное решение безусловно в рамках игрового пока но не ультра бюджетная так настройки графики у нас какие стоят options видео графика у нас стоят вот низкие настройки графики самые самые низкие давайте пробежимся кто смотрел обзор мой прошлый если не ошибаюсь тут то кажется там ниже было до поискать о курица улица улица не несущая яйца все отрубили мы улицы голову практически плохо с память что надо что-то для что-то пропить для памяти у меня какой-то был фпс я помню что вроде не тридцати чуть больше тридцати но насколько была разница значит надо то есть я не скажу что есть существенная разница да и разница есть но и ну что существенная опять же я бегу этих волков я просто раз здесь навалива нарезал этот шкуры а чё-то не двигаются ребята чего таково эти даже атаковать что что-то развелись если в случае с 7 компа я опять же опять же могу ошибаться нужно просматривать свой предыдущий обзор и сравнивать 39 38 в режиме боя мы опускаемся до 30 так там уже всех убили никого там нет нужно найти каких-то еще этих головорезов на им тоже навальнуть 30 32 ну я думаю в принципе как и на связке а и 200 и 60 30 что это за ходячие охрана гуарды гуарды но поскольку у нас просаживается местами до 30 я думаю смысл особого ставить средние настройки наверное нет да ну давайте ради интереса поставим средние быстренько пробегусь options видео графика так средние так что у нас там по волосам ничего не включилась надеюсь токи среднего лица боком так вот средний но видим уже на грани 30 я думаю если будет режим боя то скорее всего просядут просядут эти заветные кадрики не скажу что я сильно заметил бы разницу в среднем качестве и в низком нужно нужно быть наблюдателем чем раз моей наблюдательностью здесь особо видим здесь при средней графике все при крутится в круг 30 40 мы даже не видим 35 36 30 я думаю если был бы бой то мы прочувствовали какую-то разницу сейчас постараемся вот найти если я успею просто не хочется на то время тратить у нас дальше еще игры есть нет никого видим к сожалению никого нет там у нас какая-то штуковина обычно за развалин всяких бродят эти по той бични твари музыка что такая прикольная в этом ведьмаке третьем это вот такая какая-то древняя что-то в ней есть ну что о да смотрите что-то там внутри есть ох ё-моё твою дивизию чертяка такой сюда иди давайте у нас низкий низкий уровень сложности я думаю мы сможем ему навалять как парк Fre位 так спалит пор её под looks топи его ну спали 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 ну спали что ты чувствуешь а он может применять такую штуку как темнота кажется да где-то у него скиллы есть такие странные думаешь режиме боя упадет а че не могу использовать знак для нефрального полю да ладно да ладно ну ребят вы все видели вы все видели больно у нас чертяка берега здоровый неожиданно неожиданно такой поворот событий давайте все таки сейчас сейчас загружусь возле него то больную снег пойдем дальше не будем у вас на искусство и забыл где находится утра интереса может высокую поставить графику будет fps так давайте поставим высокую сделаем так сказать ход конем графика хай так волосяки подключаем нечего тут эти волосы все портят так 30 30 30 30 так гореть тебе и не огненный падла гари подлюка видим даже даже в самом низком уровне сложности все равно это всем этот падла наваливает боем каких-то или как напился куда он делся капец капец куда вин поддимся так все но может быть и бог с ушел так ушел но что удивительно что вот сейчас у меня высокий пресет хайда безусловно fps просел ну блин но на этой карточке цену выдает 25 26 кадров как так как так что это за карта такая низкого сегмента еще с шины 6 но я ультра точно пробовать не буду тоже будет из рад полный но среди ребят даже на высокой графике в принципе в принципе да ну не скажу так комфортно но вот 25 26 мы все видите короче да чем не рассказывать вам все видите что вы тоже видели эпичный бой так сказать с ним завязался интересно 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 ну все идем дальше хватит нам тут седьмаком тусоваться следующую игру сейчас запустим и протестировать очень интересно мне батла первое давайте запустим watchdog 2 вчера мы тоже вы тестировали если ошибаюсь там были самые низкие настройки да у него сейчас посмотрим как у него тут пойдет по идее если мы оставили более мощный процессор то в этих играх должен быть видимо это видимо ощутимый прирост этого самого вожделенного fps сейчас проверим сейчас посмотрим что да как долго запускается конечно идеально было бы еще создать сюда поставить диск но для про при прочих равных будем тестировать и там и там с жестким диском одним и тем же до чтобы чисто эксперимента было и при этом мы видим что сейчас именно изменены конкретно этот процессор это память и видеокарта моста то же самое с процессорами памяти нас заменены и материнка другая так давай как там как там шо там как там шо там как там это вот это вот это вот это вот это вот это вот ребята ребята тайминги оставлю под видео чтобы сразу переходили на игру которую хотите посмотреть чтобы не ждали загрузку чтобы все было более оперативно так окей нью-гейм hello hello давай hello конфер так сейчас мы посмотрим графику я не буду тестировать ее мне соличка чтобы я загрузил сейвы и протестировал в городе на машинах да но это будет не очень объективно в случае сравнения с сборкой на i3 2100 поэтому тестируйте также самые все те же самые условия позже можно сделать развернутый тест для этой видеокарты может даже другим процессором может быть я ее запущу там с i5 7400 но ради интереса да все-таки с райзеном запущу ее понятно что а с другой стороны да вот если вы покупаете например сейчас есть деньги на хороший процессор на материнку на память но нет денег на хорошую видеокарту в чем прикол лоу сегмента в том что они не сильно дешевеют если покупать и топовую карту то там уже через год ценник просто на нем и упал там потеряли дофига денег а в случае лоу сегмента но она просила не так сильно то сможете ее продать если вы уже подсобрали денег для более мощной видеокарты и купить все мощную видеокарту не особо потеряв причем все это время в случае к примеру с видеокартой 10.30 в данном случае можно играть в игры да это будет не ультра настройки но это будет full hd и это будут настройки с средним может даже высоким приседом графики так что думать вам решать вам все за опять же упирается от возможностей кармана насколько в кармане появляются бабосы сколько есть возможность их потратить так давай да вот это не любит и когда начинает вот вот наш парень парень наш белый парень в инверсии готов давай так так давайте хвай базарить настройки видео курики ну вот разрешение у нас и quality то которое было прошлый раз то есть лоу лоу против так кто там помню сколько там было кадров в прошлый раз меня это уже достало наверно больше все таки больше я потом ради интереса поставлю еще средний ха 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 умри злодей тридцать двадцать девять не знаю будете смысл в среднем среди на рассмысла собой не будет где там еще один ходит ой стоп а шок климп а это забраться вверх ха 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 ну вот давайте средний поставлю и пробегусь просто просто пробегусь видео валите медиум медиум и причинишь так это у нас средние что графики изменилась даже что-то вот тут вот тут сразу почувствовалось какое-то еще и по ощущение того что что-то изменилось но fps в принципе в принципе в принципе в принципе играбельны да наверное в городе там когда будет много машин много действий он просядет но вот пока если мы сравниваем сейчас да то в целом он играбельный вполне мне кажется размытия какие-то появились дополнительно чувствуется нет нет тут нужно что-то нажать я помню а вон фото сфоткает наберет молодец что-то у него айфона watch dogs iphone так дальше ох ничего себе как он прыгать то умеет а нажимаем мышку и я уже научился открывать двери сперва спали проступим минут пять на ему пони как она открывается так ладно все здесь мы протестировали вроде бы тоже тогда не есть при распроизводительность в случае есть так снять задачу снять 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 нет и давайте протестируем вчера был вчера был обзор человека сниму да и в первой батле так нам для тестирования работа необходимо запустить мы сайт программку и тех я правильный правильный называешь м с а раньше ламси ами для масса и посоли так запускаем батлу и вчера когда я запускал игру и переключался между настройками графики пример лоу или средний то был такой жесткий затух просет по fps и мне написали что связано с низким процесс с малой мощностью процессора и с жестким диском но в данном случае если у нас то же самое но процессор более мощный сказать и память оперативная у нас тоже ddr4 посмотрим как это повлияет на игру в battle field 1 на общее fps и но так вот фризы которые там в начале игры самой так грузится на немножко немножко долго сожалею что мы не можем прогреть именно на той карте на которой мы были к сожалению да что частоты эксперимента понятно что разные карты разные особенности рельефа какие-то прорисовки другие да может быть ну посмотрим можно даже на ту же карту попадем где где у нас загрузка загрузка пошла на пошла загрузка надеюсь камера не сядет у меня к этому времени так о появился как я напомню что если вы снимаете пример обзор или хотите снять и вы тестируете игру 9x 12 а данном случае на 9x 12 то фрак сам обычным он не работает он не показывает fps необходимо запускать программку это от мсi и ее нужно обновить и обновить необходимо эту программку которая называется его тюрнер статистик сервер тоже нам необходимо обновить ее для того чтобы получить возможность уже не fps так хочу у нас опять настройки слетели где у нас настройки настройки видео так чувств в окне нет хочу полный кран хочу полный кран отлично так полный кран у нас есть окей сетевая грамм быстрый матч и схватка команд полетели где мы там у тебя звалисти в баклане еноте и такие приколь название этих команд а из баклан енот сейчас постреляем я обязательно сниму еще игры в для этой сборки для сборки с ай-3 процессом и 32 100 там будет и фоллаут и фифа 17 я уже установил ее все протестировать просто реально хватает время даже я сейчас сижу уже уже полчаса почти снимаю видео но просто времени в обрез просто обзоры дополнительное занятие такое мать как фановая есть еще основная работа поэтому сниму дательность я помню про ай-7 22 600 помню обещал что с нему с нему кстати там он будет жить в новом корпусе снова видеокарты прикольным покажу оверлокер sky и мы обязательно этой сборке потестируем очень много игр сейчас текущий момент есть только игра gta 5 по аистер говорил а есть начать даже кажется даже блин в сумме с памятью вроде бы даже тот же та же карта очень похожа по крайней так давайте настройки видим сейчас не было проседов по так графика у нас дополнительно средней настройки стоят давайте начнем на раз низких да мы нанесли первые удар ультра другое авто низкий вот низким начали идет назад смотрим без проседок и это поэтому нет ух ты 60 ну да вроде бы больше даже так на как всегда в своем привычном положении в лежачем в благо есть такая штука как передислокация заново запуститься начать нам бы побегать бы да но однозначно выше fps вот спасибо парню за комментарием же два парня комментарием или три по поводу процессора действительно действительно влияет но опять здесь нужно себя принимать либо мы готовы платить деньги и ставить более мощную систему но либо и площадь более комфортный fps вроде больше данного честно гряну больше я же не буду да вам виднее открывайте обзор с посмотрите сравните и все догадать больше либо меньше чертогадать ой блин рамата где она там эта граната ничего сожгли ли что или граната кинали давайте теперь поставим среднюю графику да так настройки видео дополнительно средняя средняя но fps упал это понятно продолжить но не критично да что у нас 40 ну чё кстати больше 40 и это карта начального уровня бюджетная видеокарта не знаю мне кажется даже на уровне где-то 70 я и может даже выше да тут так сказать не заметил у нас все подруга уже взять тихо хочу где тут можно быть не штурмовик что ищешь о поддержка начать такой пупы мэтт должен быть вот точность станена меньше но убойная сила больше уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху я что убил его или нет или он по суммите это пожар как я он не двигается мне нужны такие цели как я которые не двигаются ну что ребят видим в целом раскадровка держится понятно что помещение фпс будет выше что это такое в чем это он такой одет какой-то демон что может ради интереса поставим высокие что бы нет ну и тестировать так тестировать давайте поставим высокие так назад нужно начать начать и сейчас настройки видео дополнительно высокие у нас карточка бедная там не выплавится своим пассивным охлаждением да сейчас усилим натиск сейчас я на высоких настройках сейчас только игра будут делать что-то так на блин дайте поиграть не стреляйте тестирую имейте совесть хулиганы хулиганы 35 36 странно и тут больше 30 как то странно как то странно куда то там настрелял я куда то все ну что ребят думаю в принципе по батлее все понятно да что ультра ставить не буду ну давайте ради интереса уже гулять так гулять поставим понятно ребят еще одно эта карта маленькая да я думаю что если мы будем глядь такой карте как операции да там где очень масштабные карты много всяких мелких объектов больших объектов очень много игроков одновременно то там безусловно фпс мы не сможем выдать больше 30 на высоких настройках да там наверно будет комфортно более на средних играть поэтому я думаю что все охране плюс 90 ну тут вдвоем они меня атаковали ладненько все я думаю здесь уже можно подводить итоги по данной сборке однозначно были правы тех кто писали в комментариях что идет серьезное влияние процессора на саму игру да несмотря на то что даже карточка грузится на стоп нет на и были мнения что если процесса грузит карточку на 100 процентов однозначно все это процессора хватает и мы получаем максимально with абсолютно и нет и вчера и сегодня в виде обзора что карт а загружена на сто процентов я даже показывать не буду нагружена стоп процентов это однозначно там же давайте где мы тут вот загрузка стопроцентная и при этом процессор тоже загружена 100 процентов доведец высоко загружен и при этом процессор И оказывает влияние на FPS Причем FPS мы видим разница такая достаточно серьезная Поэтому что мы можем сказать Обе сборки имеют право на жизнь В первом случае это будет ультрабюджетно Потому что в случае с i200 Процессор копейки, материнка копейки Ну условно, но копейки Память копейки, условно, но копейки Если вы не сравниваете с той же сборкой Где идет у нас Intel Pentium Материнка седьмого поколения поддержкой Плюс DTR-4 все новое То здесь конечно сборка удорожается На несколько тысяч гривен Что может для многих являться критичным При выборе компьютера Но то что 10-30 тянет Для своей стоимости Это просто конечно карточка Очень интересная, в этом свету на нее обратить внимание Все ребят, спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Встретите еще много интересных видео В завершение всем здоровья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok